Добрый вечер! Прости, господи, поражений. Сильнейшая команда чемпионата. No line. No line. No line. Я не знаю, слышит ли меня Москва. Вот так бывает, что в процессе даже уходит линия куда-то. No line. Слышит ли меня Москва? Без нервов тут не обходится. Очень хочу, уважаемые телезрители, что будет, если Россия сегодня победит. Но мы можем победить. Канадцы побаиваются нашу сборную. Побаиваться начали не так давно, дня два тому назад. Как вчера Бэт Куин сказал в интервью каналу CBC в рамках программы Хоккей Найтон Кеннадо. Канадцы, да, они будут давить, будут врезаться, будут против русских, еще здесь не играли. Но канадцы должны помнить, против них еще здесь не играли в русский хоккей. Вот и все. Внимание на лед. Но матч судит бригада арбитров под водительством шведа Ульпа Робера. А в последнее время стало немодным и даже вето наложено на то, чтобы называть силовой хоккей соперник. Мы победили довольно уверенно. Удаление будет в составе сборной России. Не видит этого Марка Андреа Флери. Флери. Так, начинается. 2.31. Дерек Рой. Лучший в составе канадской сборной, на мой вкус, на этом чемпионате. Сколько бы там он ни забил, ни отдал. Передержал. Направо, да, передача нужна была. И на ходу был партнер. Чуть-чуть Пистунов сейчас. Но, наверное, понадежнее хотел сыграть. А может быть, слишком вперед смотрел. Свердев! Ах, как нужно, чтобы Коля забил сегодня. Ах, как это нужно и ему, и всем. Пойно, Саша, спокойно. Никого тут рядом нет у соперника. Хороший пас. Все здорово. Бросок. И Флери все как положено. Оббивает шайбу в угол площадки. Простил Вэлвус. Ну, давайте больше не допускать чего-то подобного. Здорово. Пока Григоренко. Направо. Сам бросает. Чуть-чуть промок. Чуть-чуть мимо. С одной стороны понятно, почему наш рискует побольше. Вот опасно. Бросок. И шайба в угол уходит. Но по броскам-то... Здорово. Не успеет Когородов. Должен сам решать Жергель. Не успеет Когородов. Отличный пас. Ах, какой пас Жергель сделал. Ах, какую передачу. Ах, какой передачу. Один! Ах, тюкин. Один-один. Кричат на мыславки. Один. И может быть сам попробует решить. С неудобной руки на факт, как с финами. На сей раз не получилось. Через защитника. Все правильно. Наброс на пятачок. Кто добивать будет? Не успели. Корнеев у канадцев Уэллвуд Гордова. Но обшел еще бросок. Еще один. В закругление ворот попадает шайба от клюшки Андрея Таратухина. Промах. Пережогин чуть выше ворот. Поборется Григоренко. Пережогин. Ах, как здорово. Таратухин. Бросок. Еще один. Гол. Выходит вперед сборная России. Андрей Таратухин. 12-я минута. 3 единицы и семерка на табло. 11 минут 11 секунд. И все по делу. И все по делу. Додавили. Доиграли и реализовали. Пока все хорошо, ребята. Пока все нормально. Вот все хорошо было сделано. Григоренко зацепил ситуацию. Да, доборолся с Гордоном. Дождался. Пока приехал сюда Пережогин. Ему проще было. И Пережогин партнеру поглубо. Тут выдал уже пас роскошнейший. Как клюшкой сыграл. Дальше. Гол. Гол. Попал, что называется. На удачу в слепую Янвайт. 1-1. Надо же. Сразу пропустили. Минуту они продержали. А все с чего началось с неточного паса в среднюю зону. Хорошо смотрел за этим инцидентом между Тютиным и Луполом. Обоюдный быт должно. 100%. Осажают нашего одного. Минджар второй номер и Белл седьмой. Поехали. Лучше наши были в первом периоде. Где-то минут за пять чуть-чуть вот задержали немножко. Ну а концовку опять провели в атаке. Бросок. Как хорош полерита оказался. Входим, входим. Куда, куда, куда. Полушаем. Бросок. Бросок. Хорошо. А Тухин не сумел. И канадцы раскатываются. Воевитка. Что ж так нашу-то мало осталось? Где застряли все остальные? Вроде и смены нет. К воротам уходит. Игорь Григоренко. Ну! Ай-яй-яй. Ну тут понятно, тяжело было забить, тяжело. Но жалко-то как, а? Знаете, уважаемые любители хоккей, даже я не смотрел. Может быть накатывал кто, но так вот взглядом за руками его завернет, не завернет. Опасно! Аншаков! Обшел. Совершенно чисто Любуша. На как обработал. Овечкин. Бросок. Лайк. Очень хорошо. Очень хорошо и чисто сыграл Корнеев. Григоренко. Жалко. Ах как. Крубачев. Кютин. Лерих. Был у нас чемпионат мира молодежный. Все для высоких иностранных гостей. А здесь все для высоких не иностранных своих. Вот так. Поскольку мы в Канаде, мы так и будем рассуждать. Все для наших. А Григоренко имел еще один шанс, правда... Гол. Гол. Вот оно удаление. Вот он капитан канадской сборной. На секунду на пятачке. Последняя минута второго периода пошла. Один-два. Проигрываем. Овечкин вновь на льду. Россия 2-1 после 40 минут игры. После 40 минут чистого времени. Есть ошибки у арбитра. Но... Но... Надо сказать, в том, что выигрывает Канада, а не сборная России, прежде всего, виноват в низкой реализации наших же моментов. Очень хотел сам. Очень хотел сам. А пошел же вперед Кирилл Кольцов. И в лучшем он был позиции. Опасно. Гол. Гол. Ну что, Игорек. Ты очень хотел сам. А с друзьями-то оно веселее получилось. Правда? Россия сильнее игроками. Сборная Канады сильнее команды. Посмотрим. Это канадцами говорилось. Но игроками-то мы сильнее точно. Это уже без вариантов. Это мы видим. Надо забить. Ай-яй-яй. Ну как же, Стив Эмминжер, зачем ты попался на пути этого броска? И надо выиграть. Но мы еще и за медалью биться приехали. Овечкин, бросок. Хороший флерея. Полушин. Ну... Гол. Гол. Юрок Трубачев, а? Ну каков же Полушин. Ну каков же красавец, а? Какая разница? Банкет все равно, считай, сорвался. Но пальцы не разжимаем. Последняя атака канадской сборной. Не пускать их в зону. 4 секунды. Все. Победа! Победа! Рафаил Газимович, все, кто рядом с вами. Валентин Гуреев, Сергей Герсонский. Виктор Ничев.